Всем привет! Сегодня мы протестируем смолу Resion F69. Resion F69 является резиноподобной фотополимерной смолой с отличными прочностными характеристиками. Также имеет отличные характеристики растяжения. Как мы можем видеть, образцы из этой смолы хорошо гнутся и тянутся. При растяжении образцы восстанавливают свою исходную форму. Также у нее есть один минус. При длительном воздействии солнечных лучей, тонкостенные образцы становятся жестче и дольше восстанавливают форму. Но при этом не ломаются. При печати декоративных моделей они отлично себя проявляют. Их приятно трогать и мять. Можно использовать как антистресс. Такую фигуру проблематично повредить. Проведем тестирование на растяжение и разрыв. Первый образец 1х1 мм. Максимальное усилие 700 г. Растяжение составило 255%. Второй образец 2х2 мм. Максимальное усилие 3,2 кг. Растяжение 245%. Третий образец 3х3 мм. Максимальное усилие 4,2 кг. Растяжение 245%. Качество печати неотличимо от обыкновенных смол. К сожалению, эту модель я плохо промыл и на ней остались подтеки. Нам это не помешает рассмотреть качество печати. Тестирование температуры. При воздействии температуры в 100 градусов смола довольно легко рвется. При остывании возвращает свои свойства. При нагреве в 500 градусов начинает легко крошиться в месте нагрева. Воздействие пламени легко поджигает образец, при этом выделяя едкий запах. При минусовой температуре образец застывает, но не ломается при механическом воздействии. При тестировании изделий F69 показала отличное качество. Для проверки изготовил автомобильную гусеницу. Для начала попробуем движение на малых оборотах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... При увеличении скорости никаких изменений не произошло, кроме отвалившихся катков, так как они были плохо закреплены. Продолжение следует... Продолжение следует... Проверим колесо для RC модели при воздействии центробежной силы. Разогнал колесо до 35000 оборотов в минуту, что составляет 580 км в час. Покрышку не порвало, но начались вибрации и деформация. Покрышка отлично гнется и восстанавливает свою форму. Продолжение следует... Возьмем наждачную бумагу с зернистостью 180. Разгоняя до 15000 оборотов, прикладывал колесо к наждачке. Сцепление колеса показало себя отлично, без особых усилий останавливая двигатель. Можно заметить, что покрышка практически не стерлась. Если сравнить покрышки из F69 и гибкой смолы Siraya Tech, то при воздействии иглой на покрышки на F69 не осталось следов. На Siraya Tech вы сами все видите. Скоро выпущу видео обзор на эту смолу. Подведем итоги. Смола показала себя отлично, как резина подобная. Для разрыва нужно приложить большие усилия. Растяжение составляет 255%, что является большим плюсом для таких смол. На видео сейчас два образца. Один пролежал на рабочем месте при воздействии солнечных лучей, а другой находился в темном закрытом пространстве. Можно увидеть, как у них отличается вязкость. Настройки для печати находятся в описании под роликом. Могу порекомендовать эту смолу для своих изобретений и хобби. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь спрашивать в комментариях. Мы вместе с вами все обсудим, протестируем. Всем спасибо за просмотр. До следующих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok